Футбол, хоккей, баскетбол, единоборство, плавание. На территории Ленинского района в течение года проводится много соревнований разных уровней. Но чемпионаты по мотоболу наиболее захватывающие, а потому и запоминаются лучше. Я ходила раза три на мотобольные матчи. Мне очень понравилось, как наши спортсмены выигрывали. Наши спортсмены выиграли много игр. Знаю, в последний раз Европу они выиграли. Кто-то из юных зрителей становится мотобольными болельщиками, а кто-то, как, например, Илья Селонов, задумывается о возможности когда-нибудь сесть на мотоцикл. Это очень удивительный вид спорта, потому что нужно поймать этот мяч, но на мотоцикле еще не свалится. Мне очень понравилось, я бы хотела попробовать. На днях мечта школьника стала ближе. В видновскую школу номер 7 пришли в гости прославленные мотоболисты. Кстати, история этого образовательного учреждения с недавних пор тесно связана с видновской командой «Металлур». Особую гордость составляет то, что один из участников этой команды – Миша Липинский. Сейчас он, конечно, Михаил Липинский. А для нас он так и остается – Миша Липинский, который прославляет нашу команду, прославляет нашу школу. Последовал примеру Михаила Липинских и другой ученик школы – шестиклассник Артем Ламино. Уже три года занимаюсь. Есть достижения некоторые. Два кубка и пять медалей. Несколько грамот. Пришедшие на встречу с героями спорта ученики пятых и шестых классов услышали из первых уст, что такое мотобол на самом деле. Ведь это не только скорость и адреналин. Школой для настоящих мужчин назвал этот вид спорта главный тренер команды Валерий Нефантьев. Здесь учатся не только ездить на мотоцикле и играть в мотобол. Они делают своими руками. Могут дрелью работать и молотком, и зубилом, и ножовкой. Чтобы стать успешным мотоболистом, нужно приложить много усилий. И постоянные тренировки не только на поле. Лыжи, плавание, силовые нагрузки. К примеру, капитан команды Владимир Сосницкий прекрасно управляется с мячиком для пинг-понга. А еще учит этому ребят. Рассказывая мальчишкам и девчонкам о мотоспорте, организаторы ставили задачу привлечь в детский мотобольный клуб как можно больше юных спортсменов. Хотя и это не самое важное. Главное заниматься спортом, отвлечь людей, детей. То есть с подъезда, с улицы заниматься. Чтобы занимались спортом, для здоровья это самое главное. А потом, если уже там будет получаться, каждый определится. Конечно, у ребят все получится. Они найдут свою дорогу. Тем более, что для молодежи создаются все условия. Было бы стремление, а уж поддержка и помощь знаменитых старших товарищей им гарантированная. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.